вот теперь давайте сейчас так вот вы видите храм христа спасителя вот личное сообщение вот в личное сообщение вас должно войти сейчас уже так далее так ну и что получили мне послали ничего я не вижу как же так а я вам послал сейчас получили ну все тогда выходите астана это менеджер так подождите я не могу все же вы тут не могу найти то где она закрыла так помочь помочь надо мне так сергеевик тоже алексей александр так что же я не найду это где она запрос это нету нигде как тут помещено то должно быть александр 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 еще я ничего не могу найти Так, оле, Мэри Вальх, 59 там, нет? Что же делать-то? А что, запрос посылал он? Здесь вот нужно. Так, подожди, подожди... Ну, вот... Запрос и разрешение на контакт. Туда надо нажать. А ну-ка... Да, смотри сюда, я плохой. Валерок, вот он где. Вон он, вверху. Так, теперь где мне тут нажимать-то? Подождите, чтобы не сбить-то. Добавить список контактов. Вот это вот я нажал. Ну-ка, что-то изменилось? Ну, ладно. Тогда трубку положим, как заговорим. Ну, смотрите, пусть открытая пока... Хорошая связь установится. Так. Ну, давайте. У нас, я скажу, установлена автоматическая запись сразу, чтобы вас не смущались. Но... Вчера вечно мне установили. Вчера только... Ну... Долго него... Трудно записывать было. У нас много записей. Отвсюду звонят. И надо, чтобы кто-то был. А тут оказалось, можно без личного человека обойтись. Так. Ну, что-то нет ничего. Так. Ну, что-то нет ничего. Да. Так. Вот что мы работаем. Так. Подожди-ка. Ага. Трубку положим. Так. Вот вам видно. Да, спасибо. Слава Христу! Спасибо, Господи. Вот так. Ну, давайте теперь. Вопросы задавайте по новой, чтобы осталось на память. Поскольку я знаю сегодня, решил посмотреть, как вы живете У вас там, по-моему, около 33 человек в деревне, как там пишут в Википедии Да, но это не в деревне, я в городе нахожусь А это Барнауле? Я в Барнауле нахожусь А в деревне, это батюшка приезжает через 2 недели У нас тут богослужение ведет и там, и на 2 места У нас 2 общины А оттуда приезжают во вторник, кажется, молочники Один раз После 9 класса, который учится здесь Ну, почти у всех здесь есть квартиры У кого останавливаются и живут Так, связь-то у нас постоянное Но в данный момент я здесь со связью там маленько посложнее Потому что только через модем там включают Мы-то от телефонов Здесь Понимаю Меня интересует вот жизнь в деревне, в общем-то Так, подождите-ка, давайте что-то, звук не очень Еще что, повторите? Жизнь в деревне меня интересует Я бы с удовольствием уехал отсюда Так Ну вот, выехать-то я вам вопрос, это уже никак тут мы не поможем выезжать Вы-то подходите по всем, вы к сельскому труду-то приучены? Если честно, я в деревне никогда не жил, но у меня была возможность работать, так сказать, в селе какое-то время, в церкви А сейчас с кем работаете? Ну, сейчас у нас европейская работа, скажем, агрегаты по производству, так сказать Ну, термообработка, скажем так Тут, понимаете, деревня Тут все с нуля Человек приезжает, строится Если уже и дома на продажу, там, купить-то можно Ну, сразу заводят скотину Жена в огороде Ребятишки помогают У нас рядом детский лагерь, можно в детском лагере тут помочь Ну, которые как приезжали когда Мы-то начинали с нуля, с палатки Это намного сложнее Ни электричества не было А сейчас еще электричество, школа открыта, интернет, и все там есть Вот Школа главная была, связующая, главная Когда деревню рушили, первым делом закрывали школу Поэтому очень трудно было открыть Но Господь помог Народу мало Ну, у нас определенное правило Пять пунктов, которые человек должен прием Поселение, уже вы их считали, знаете, наверное Первое, что он должен показать, что он не лжет Палец свой, не пьет, то есть спиртное Не курит, не матерится, не ворует Вот это основное Я понял Тогда мы начинаем первый разговор вести Человек должен увидеть И это не просто так Если речь вот о детях, то Лучшей обстановке ее нельзя создать Это все на глазах Никакого хулиганства Все свои И где что не так, каждый помогает Каждое воскресенье все мы в храме Но тут говорить даже не о чем Если вы приезжали, вы Вот допустим у вас знакомые И тоже молодые Вот в этом возрасте вашем И также были дети Это было самое благоприятное Вы друг друга знаете И помощь оказать Если несколько семей бы поехали Вот когда сейчас наводнение было То мы готовы были Написали Письмо попало Медведеву Премьер-министру И там разослали Хабаровский край Все при Амурье-то Но Кто выезжает И мне какой помощи не оказывает Там они, видишь, как и сделали И поэтому люди там остались До лучшего времени Мы могли принять Ну, то есть Для того, чтобы начать Сразу 70 человек примерно Чтобы они не были на улице За лето все построятся Я говорю Мы приехали крапива И ничего больше нет Лопаты А сейчас там есть трактора Есть комбайн Скотина Овечки Кто держит свиней Кто Вот батюшка у нас держит овечек Староста деревни держит коров И они от этого живут Машина в город От города 150 километров Это летом-то проще Зимой посложнее Они на снегоходах В соседнюю деревню выезжают А там машина остается у них Вот Голодом никто не оставался За это время Когда люди бедствовали Не знали, что, как В деревне всегда все было Все свое растет И пчел можно держать И птицу Овечку Да Для воспитания детей Которые думают детей сохранить Условия просто идеальные Это не подземные какие-то Как в Пензе были затворники Это все открыто Учатся в институтах У нас сейчас Сколько учатся в институте Которые из города Сказать в город Приехали из деревни А родители живут там в деревне Но Что попало Это уже не делается Рядом соседняя деревня Там и пьют И воруют У нас даже на территории деревни Курить запрещено Везде Афиши Висят предупредительные знаки Я знаю Что у вас В стадии Есть еще Несколько Хуторов Скажем так Которые Далековато живут Это правда? Ну Где-то Мы же на Алтае Находимся Я знаю Это староверы Там наверное У вас Мы-то православная церковь Открытая Мы Не староверы Хотя из корней Там мы знаем У нас есть там живут Староверы Старобрядцы Так скажем так А мы-то православные И Вот Патриархийные Эти Епископы Со священниками У нас приезжают И там и служат Вместе Нас ничего не разделяют Мы эти все годы Принадлежали к русской Православной Зарубежной церкви Как бы Юридически Мы Единственные две общины Которые еще останутся В этом положении Положение Дарующее нам Большую выгоду Свободы Они Не могут у нас Священника Куда-то перебросить Он Строго на одном месте У нас тоже Православная Зарубежная церковь Здесь в Германии Вы знаете Наверное Да? Да, знаю Там Марк Берлинский Мой брат туда ездил У него был По приглашению Я был в Америке Ездил Когда митрополит Виталий Еще был там Вот который Сейчас Иларион Первосвятитель У них У нас Ну вот Он в то время Был секретарем Мы их хорошо знаем Всех Батюшка в Австралии У него был Относительно детей Только В первую очередь Если заботится Кто А все остальные Вопросы Они не на первом месте Это воспитание детей Без возвращающего Влияния мира Это то Что Ну можно только На картинках рисовать А это реально Люди в этом живут Знаете Дело в том Что В этом Большая проблема Если бы Этой проблемы Не было Здесь Разлагающей Такой Я бы Наверное Никуда бы Не делся Потому что В те времена 90-е Германия Так сказать Была Наверное Моей мечтой Да Но 13 лет Здесь жизни И Так сказать То что Дети растут И Как с ними Как говорится Поступают В школе И У нас есть такая Болезнь Которая Называется Гиперактивитет Да Гиперактивные дети Они их так называют Да Вот у меня Двое Гиперактивных Детей И Просто Взялись И здесь Лечить Таблетками То есть Психотропные Препараты Я бы Не хотел Чтоб Это дальше Продолжалось А в чем Это выражается У них Гиперактивность Ну В чем Выражается То есть Они не слушаются Они Там Дерутся Между собой И так Детям Свойственно Это Я начальник Детского Лагеря 41 год Это Ну Надо Держать Под контролем У меня Приезжают Дети Которые Почти Ничего Не знают Но Из-под контроля Никогда Не выходили Вот К нам Приезжают Это Последняя Надежда Родителей К нам Когда Отдают Которые Ни в лагерях Нигде Не могут У меня Это Не положено Они Это Знают Родители Подписывают Бумагу У меня Физическое Наказание Есть То есть Там Храпивость Материца Или что-то Нужно Бежать Это Они Строго Это Понимают Дети А Иначе Какие Это Дети Это Разбойники Это Нельзя Надо Все силы Приложить Чтобы Он Был Достойный Гражданин Достойный Христианин Вот Может Быть Моя Ошибка Ошибка С самого Начала Ошибка Воспитании Так Сказать И Поэтому Ко всему Это Все Привело Были бы Это Рядом Здесь Летом В лагере Были Через Месяц Ребенка Не узнаешь Какой Он Бывает Приезжает Родитель Совершенно Другой Бывает Даже Связан С Наркотиками Был Месяц За Один Месяц Там Приезжает Приехала Директор Кэстонского Института С Лондона Ксения Деннон Профессора Психологии Как в течение Одного Месяца Такие Перемены В ребенке Это Ежедневно У нас Молитва Разбор Поведения Пятница Костер Картошка Дети Учатся На лодке Плавать На лошадях Каждый день Работают Они Четыре Часа Не меньше То есть Жесткий Распорядок Подъем В пять Утра Ни в одном Девском Лагере Этого Нет А решать Во сколько Спать Сами Голосуют Референдум То есть Самостоятельные Растут Которые Могут Принимать Уже Решения Дети Их Многому Можно Учить Если Вот Ну Не одна Семья Ехала Сразу Несколько Это Было Проще Потому Что Вы Друг Друга Знаете Помогаете Один Другому Но Рассчитывать Насчет Помощ Не Приходится Потому Что Ну Каждый Работает Это Надо Покос И Все Тут Все Одна За Другой Работа Без Работы Ни Одного Дня Не Бывает Не Считая Воскресенье У нас Строго Религиозные Праздники Все Два На Десятое Воскресенье Никто Не Работает Не Считая Пасти Скотину Воскресенье В храме Мы Строго Храним Этот порядок Который Относится К субботе Мы Понимаем Суббота В Новозаветнем Это Воскресенье Христово Так Нам Приезжают Разные Люди Там Когда День Деревни В мае Бывает После Четырнадцатого Глава Администрации Района То есть У нас Все Открыто Представители Городской Администрации Милиция И все Мы Не Закрытого Типа У нас Все Открыто Но Что попало Не делается Все знают У нас На территории На улице Женщина Не должна Ходить В брюках Женщеский пол Хоть маленькая девочка Они должны быть Все в платочках Открытого От этих правил Давно ушли Здесь В Европе А в России Наверное Когда Ну Правила Они у нас Выставлены На форуме Здесь Если зайдете Потеряевка Зарядите На форуме Поисковик Он рядом Под храмом Там Полоса И дальше Общий поиск И вы там Все это увидите Зарядете Зарядите И будете В курсе дела У нас Не положено Там Прекословие Там Какое-то Поехал в город К батюшке Благослови батюшка Батюшка Помолился Чтобы То есть Живут как одна семья У каждого Своё хозяйство Именно В духовном плане Когда же Было всякое Приезжали люди Начинали нарушать порядок Ну И пришлось выехать Один приехал Все у него нормально Но ругается Ругается У него матерки вылазят Он даже поселяться не стал А другой приехал У него зашитая ампула была От алкоголизма Открылась А потом все Ну и До свидания Выехал Прошло собрание Ему закрыли А он не поехал По конституции Да Он имеет право жить Но он не будет жить Не будет Тут очень Как говорят Сильное влияние Свыше Мы молимся Он предупрежден С ним не будет Ничего Он ничего не сделает И он понимает Что ему здесь Хода никакого нет Его предупредили Будешь пьяный Рядом 15 километров Сельсовет Милиция Ты оттуда не будешь Вылазить Тебе это надо Нас очень далеко Знают У нас На особом учете Кто где как Появляется У нас Любой видит По деревне идет человек Если бывает Кто-то забредет Кто такой Мы сразу расспрашиваем Ему Помочь надо Там Напоить Накормить А бывает Без разрешения Приезжает Покормили его Под белые ручки До свидания На поезд У нас устав принят И мы его соблюдаем И в церкви у нас Строгий порядок Вы вот зайдете На наши ролики Тут Канал Видеоканал Во свете библии Зарядите только Видеоканал Во свете библии Тогда я находился Ну вот Там все Наши самурани Занятия Все открыто У нас Мы не шлифуем Не вырезаем Вот как разговаривали Так и остается Жена-то у вас спит? Нет? Дома? Супруга С ребенком В бассейне В данный момент Мне просто Там-то надо К причастию Подготовиться Ого Поэтому Мне нужно Прочитать Сегодня правила Ну вот условия Какие я вам сказал Вы Если так-то Мы должны Общее собрание Уже решает Я не решаю Но условия Вот эти пять пунктов У вас подходящие для вас? Ну пять пунктов Конечно подходящие Но Жилье Как и жилье Мне интересует вопрос Просто Дело в том Что Игнати Дело в том Что люди Тринадцать лет Да Я О себе Так сказать Говорю Не только о себе А так сказать Жена и дети Люди Прожили Тринадцать лет В Германии Изнеженные Так сказать Всеми условиями жизни Да Питанием И так далее Меня в принципе Эта история Не пугает Я в общем-то И туда Не боюсь Что Ну в общем Вот таким вот образом Я просто за себя Как говорится Отвечать тоже Не буду Так сказать Как Господь даст Да А вот Заживу конечно Вы все равно В Россию Думаете Ехать У вас Куда Намерение Я не знаю Куда Намерение Дело в том Что в данный момент Казан Я пока не знаю Если бы вы куда-то поехали Тогда может было бы Где-то остановились В России Ну скажем Новосибирске Или где-то Тогда можно Рядом было бы Заехать и посмотреть Так-то вы не видели Мы-то живем У нас это наша среда Наша тут деревня была Которая бы разрушена Если вы приехали бы Много Допустим Ну 200 человек Одновременно Тут 400 сел Заброшенных Ну гражданство должно быть И пожалуйста Начинайте восстанавливать С нуля Свои правила завести Какие Устав свой написать Как у нас Ну только свои правила Вот у нас Никто Из мужчин Не должен трогать бороду Не трогать Совершенно не прикасаться Она Человеку другому не подходит А у нас это все так естественно Так жили русские люди Это всегда так было У нас положено ходить Рубашка на выпуск Под поясок Ну видите Как лев толстой стоит И у нас Никаких вопросов нет Это русская исконная одежда А брюки заправлять Брюки Это немецкая форма В Германии Она как раз А мы Были в Германии А в Америке У меня всегда рубашка на выпуск Она ничего не значит Это наш дресс-код Он ничего не значит Но он тоже время и значит Игнать 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 Меня интересует такой вопрос Как вы к ведам относитесь К кому? Веды Веды? Да Ведическая культура Вот это в России Последнее время Дело в том Как сатанизму А вот оно Ну да Я согласен с вами Как сатанизму Никак По другому Нет Они говорят Что у них вот эти нашивки Были рубашки Тоже это самое Как говорится Это все глупости Еще Мы православные У нас священник У нас совершается литургия А про них все говорит Это сатанисты У них ничего этого нет Они как огня боятся Мы крестное знамение Совершаем Молимся У нас строгий устав У нас в храме Тишина полная Абсолютная Потому что мы пришли к Богу Ну во всем у нас устав И Ну мы если соблюдаем Нам нужды никакой нету Даже разговора никакого нет А человеку который Ну не хочет Он считает трудно А какая трудность в этом В армии взяли Я же не Меня взяли в морфлот Я никогда в морфлоте не был С первого дня Я соблюдаю все И у меня нет Незамещания У меня поощрение У меня повышают должность Отпускают домой Я вот С детства приучен В дисциплине У нас в семье было Десять детей Десять А отец инвалид Без руки Без руки Мы как-то привыкли Вот это как бы Ну в бедности А на самом деле Мы всегда были веселые Радостные А родители учили нас Помогать там ближнего Отец что-то там Даст отнести Несмотря на то Что такая орава И мы так воспитанные За пазухой камень Никто не держит Мы открыто Живем Открыто говорим Речка И все Остыгнайте Рядышком Так что Речка Речка Спрашивать Есть рядом Речки нет У нас пруд Пруд Запружено Пруды Мы начали У нас сколько Сейчас там Ну подальше Там еще один пруд Есть Который в деревне Там где Скотину поет Мы начали Вначале там Ну там было препятствие Так оставили Заброшено Около храма Есть его Ну надо обиходить Уже практически Выкопанные пруды Можно было рыбу разводить Но он не углубленный Рыба замерзла Это Это все Можно выправить Практически мы начали Три пруда больших делать Один только В нем окупаемся Из него воду Это Насосы качают На полив Если кто приезжает Желательно конечно Чтобы рано весной Чтобы они все подготовили Рассаду начинали Там есть кто Покажет Тут Не такая хитрость Это не компьютерная техника У нас приезжают городские Вот у меня у племянника Она городская Пятеро ребятишек У Андрея пятеро же Ну считай Лиза Анфиса Стефан Никита Ну и этот Пять И Исаки Пятеро Ну и она что Научилась Все делает Она кроткая Смиренная женщина У нее конфликта Никакого не было А она тут Была дерзкая Такая Просто женщина Вообще Семь ребятишек Подала на развод На мужа Дерзкая 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 Просто Осатанелая И все Все разрушила Буквально Все Никому не покоряется Ничего Но истинного обращения Не было Человек не рожденный Свыше Поэтому Ну она кому Беду то сделала себе С детьми Одна не может Поправиться Семь ребятишек Вообще Уму непостижимо Была Нормально Жила Хорошая Огородица Спасибо вам большое Игнатий Я естественно Посмотрю Всю информацию Мне было В данный момент Просто Дело в том Что у мамы Мама больная Здесь в Германии И Могила отца Здесь В принципе Мама устроена Она с нами Правда не живет Уже Дело в том Что Из-за того Что Дети Так сказать Больные Да И Мама больная И у ней Альцхаймер Да Называется Да По-немецки Это Деменская Анха То есть Человек все забывает И иногда Становится агрессивный Так она у вас Где В доме-приюте Находится Да Это В доме-приюте Но там персонал Из наших Русскоязычных Женщин И слава богу Что так получилось И ей конечно Там легче Я У меня просто Нет возможности По-другому Я За этим Сильно Переживаю Потому что Родители Это святое Ну да Ну у русских Так не принято А в Германии Это обычный порядок Такой Я знаю Порядки у них А у них Порядки Вещи Павел Павел Иди сюда Дядя Игнат Поздоровался Пожалуйста Здравствуйте Добрый день Здравствуйте У тебя охота в Россию-то поехать К русским Да Очень Что-то хочу Стануться фамилию Ребятишки-то в школе Учатся? Учишься в школе-то? Нет В школе учишься-то Спрашивай дяди Игнатия В школе учишься-то? Да А в каком классе? Третий Третий класс Дяди Игнатия Дело в том Что у нас он должен В четвертом уже сидеть Из-за того Что у него неуспеваемость была И в данный момент Хотя чтобы он На таблетке Принимал И был как овечка Это конечно сложнее В городе там Какая-то помощь Деревня Это у нас там Ни больницы Ничего нету Да нет Дело в том Что это самое В больнице Я не знаю Как больница В больнице Дети нормальные Дети должны быть активные Естественно Они греха не должны В жизни делать Вот это однозначно У меня приезжает Ну-ну У нас Да Младший дядя Игнат У нас Если честно Шебутной Да, Павел? Там он Данилка, да Он не дефинер Он просто у нас Хулиганистый Скажем так Да Ребятишки-то По-немецки Разговаривают? Да Много И по-русски говорят И по-немецки говорят Хорошо Я немецкий язык любил Я самостоятельно его изучил А английский Мне нравилось Изучать языки разные Типа, что ж Ничего нету Ну ладно Посмотрите Сами Сейчас подожди Я приду Сейчас подожди Я разговариваю Смотрите Ну наше правило Там написано Вот вы зайдите Сейчас Потеряевка Даже если просто В Google Зарядите Википедия Вам выдаст Данное И сразу На наш форум Все сноски пойдут Как наши люди живут Там фотографии Ролики стоят Тут Все то, что есть Нам это как раз В 1800 каком-то году Там в Википедии По-моему Настоит у вас Где-то около 200 человек Живут Там по-моему В деревне Да Да 196 человек Но то деревня разрушена На Алтае 400 сел погибло В России более Теперь уже около 20 тысяч сел Уничтожено Это развал полный Это потеря территории Я В общем-то Если честно В последнее время Так сказать Политика Отводит Меня От Нормальных мыслей Скажем так Что вы можете Об этом сказать Игнатий О чем? Что политика Ну о политике Политика какая? Политика Кто Как говорится Да Об этом Наверное Говорить не стоит Кто виноват Кто не виноват Об этом говорить Наверное не стоит Просто-напросто Здесь тенденция такая Люди сейчас Бегут из Европы Бегут из Болгарии Которая Вошла в Евросоюз Да Сербы Наши братья православные У них тоже дела Не лучшим образом обстоят Дело в том Что Наверное Скорее всего Специально Есть такая Геополитика Которая Так сказать Позволяет Америке Или наверное Западу Каким-то образом Уйти в Россию И делать там Свои порядки Сатанистские Вот в этом вопросе Что Богом назначено Только то могут сделать Больше они ничего не могут сделать Если волос с головы не падет Вот что у вас там Я не знаю Сколько Ангела Меркель Выступала Когда открыли Там бланк Карту Бланш-карту Дали этим Мусульманам Они думали Что вот они Тут как-то Ассимилируются Ничего не Не получилось Говорит Это наша была ошибка Там 40-100% Уже говорит Немцев Этих немцев Говорю Мусульман И уже В школе Там Под их Праздники Подделываются Я наверное Не знаю Но дело в другом Дело в том Что Скажем Узаконивается Простите меня за выражение Педерастия здесь Да Я не хочу Чтобы мои дети Там В этом участвовали Так сказать И в школах Вот эти В четвертом классе Уроки Да В четвертом классе Уроки По сексоведению Или как это там Да мы видим все это Не рассказывайте даже Мы это все видим Как они ведут Учителя Издания И всю эту мерзость Везде Ну у нас Это и говорю Что мы живем У нас учителя Все верующие Все христиане С молитвы Начинается каждый урок Когда приходят утром У нас половина здания Церковь Половина школа Ну Я сказал В вопросе Воспитания детей То есть Если бы вы что-то знали Как воспитывать детей И сказали Мне вот хочется Так 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 Все совпадает у нас Потому что Мы для этого Там и находимся А остальное Остальное Надо работать Земля несет себе Нрався на начало Еще Столыпин говорил Это на огороде И дети помогают Ну Что попало Делать у нас никак Нельзя Это абсолютно никак Чтоб дети Где-то шарились Лазили там По чужим садам Или где-то Это немыслимо даже Купаться только Под присмотром Старших Сказали нельзя Значит нельзя Вопрос снятый Как одна семья Потому что Главное Это мы Заботиться Даже о царстве Небесном Куда мы идем А для царства Небесное Ну должно Послушание Нам есть Что дать детям Все учителя Православные Вот только возьмите Для себя это Дайди Такую школу У нас Три учителя Там Три Все предметы До девятого Класса Учат там Это хорошо Да Своё молоко Представьте Свои сливки Свой творог Яйца Их даже не сравнишь С этими куриные Которые Там искусственные Здесь она ходит Там везде Собирает Там любого червячка Где-то Какое мясо В огороде Какое У тебя все свое Разводи пчел Свой мед То есть Это Вода недалеко Не глубоко Там 5 метров Допустим 4 метра Вот То есть Колонки Можно пробурить Воду Можно найти Это все без проблем Ну У нас Приехал один Это конечно Деньги стоит Он пробурил Сделал И просто Качает оттуда Но Это окей Метров На 70 Он Забурился А когда Колодцы Мы туда Насоса Опускаем И им Качают Нам Лагерь Нужен У нас Пруду Стоит Насос И он Качает Техническую Воду Помыться Баня Все свое Все свое Мы ни от кого Не зависим Вот здесь Сейчас перекроют В городе Верхние Туалеты Все завалят Жижи А то Ты вообще Не зависишь Никак Грибы Ягоды В летом Да Грибы Ягоды Это все У нас есть Клубника Малина Травы Травы Всякие Разные Там И корень Солодки Можно Копать Это Богородская Травка Там Чебрец Называется В этом Вопросе Мы живем В природе А смычка Есть у вас? Кто? Сныч Снычка Сныч А Сныч Не пойму Слово Сныч Сныч? Да А что это такое? Ну и трава такая Съедобная в лесу растет Ну не знаю У нас есть слезун Дикий лук И Ну слезун Так и называется он Это его полназвание А я не знаю Даже не слышал такое Ну они во всех регионах Но это не важно Так Значит будем работать Ну работать я вам сказал Если у вас таких товарищей найдется Несколько Чтобы у вашего Примерного возраста Были там Ребятишки были Это как раз Ну условия вот такие Условия Пять условий Не лгать Не пить Не курить Не материться Не воровать Безобмана Потому что мы Какая это жизнь будет Если мы обманывать Друг друга будем А говорят А как вы узнаете Что обманывать Не обманывать Ну дело покажет Немного времени пройдет Уже видно У нас ложь вообще не допускается Ни большая Ни малая Никакая Мы Ну как Как будто это я Подошел Он приехал Брат Мы говорим У нас ничего нету Скрытого Мы Настолько у нас Это открыто все И вот Наши ролики Мы снимаем Собрания Богослужения Ну там у меня Сколько Наверное Около 20 плейлистов И в них Полторы тысячи наших роликов Полторы тысячи Ну все Вот нынче у нас Программа такая Мы хотим через Грецию Пройти в Италию В Италию Пройти до Португалии Вернуться в Англию Если Господь благословит Всю Скандинавию Проходим через Данию Переплываем В Прибалтику И уходим на север Предварительно Забрасываем туда Литературу У меня 38 книг вышло Я как автор И мы в каждой библиотеке Дарим свои книги Выступаем Люди собираются Три человека Едут и собака То есть это миссионерская Так сказать Детельность У вас Да У нас Вся община миссионерская Для православия Многое необычное Такое Не только патриарх Об этом говорит Ну поэтому Вот у меня книги Андрей Кураев Сюда приезжал ко мне И сейчас даже Мои ролики Он выставляет У себя Я как бы сказать Ну может быть Не совсем точно Но его защиту Утешение И обличение Так назвали Мои ролики Я его обличаю И одновременно Заступаюсь И говорю Что они поступают С ним неправильно Ну просто зайдете И вы увидите И на его живой журнал Заходить Кураеву Дядя Игнатий Скажите пожалуйста Пожалуйста Вот Последнее Так сказать Событие В церкви Я не хочу Никого обсуждать Но Дело в том Что Да Вот это все Немножко На мозги Скажем так Ваше мнение Ну Во-первых У нас этого нету А где есть Я этого не исследую Мы просто У нас главное оружие Это молитва Мы молимся Вот он Щаплин Напал на Кураеву А мы молимся И за Кураева И за Щаплина Господь управит Как-то Что это сделает Что в наших силах Мы делаем А дальше мы никак не можем Вот они там Обнаружили В Казани Что-то где-то было Меня это совершенно Не касается Никак Я могу только молиться Кричать У нас это не принято Бунтовать И какие-то протесты Выходят У нас это совершенно Не наше Наше дело Это Евангельские заповеди По ним жить И дети Благовестуйте Всему миру Свидетельствами И жить по-христиански Вот и все Мы делом должны показать Что мы дети Божии И Яков говорит Покажи мне веру твою Без дел твоих А я тебе покажу Из моих дел Из дел моих Вот спрос будет Вера без дел мертва Спасибо Замечательно Да Я вас не знаю И поэтому Я отвечаю Как есть Это у меня На форуме Выставлено В Майл.ру И сейчас у нас Второй Открывает сайт На сайте у меня 50 книг Моим голосом Насчитано Книги Златоуст 12 томов Жития 12 томов Там Анкар Штатский Игнатий Брещанинов Библия Архипелаг Гулаг Меня за это Арестовали Я сидел Не один раз Я отбывал Сроки Брал интервью Репрессированных Ну а потом Реабилитировал У меня ничего нет Но у меня опыт У меня очень большой опыт Я 51 год Иду сознательно Уверовав По Евангелию С детства я был верующий Но Евангелия не было И вот после армии У меня была Встреча с Господом 27 сентября 62 года В Латвии Мы проповедуем От смерти в жизнь Поэтому для православных Это Ну почти Не встретишь нигде Редко 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 Где У нас много необычного Если у нас вот иконы В храме А между иконами На простенке Места из Библии Выписаны На русском языке На аналое У нас лежит Библия На русском Перевод Синодальный перевод Специально изготовлен Так Закованная Вот Обычный Евангелие У нас лежит Библия Я в храмах Как поступать Вот у нас собрания Какие идут Вот завтра будет Как у нас Неинтересно Завтра день Посвященный Нашему сайту День сайта Очень большой сайт Большой форум Большая работа идет Здесь Миссионерская Мы даже Мы даем Отсчет Здесь Вот я был Нынче Шесть республик Мы прошли Мусульманских Пятнадцать государств И сто тридцать Городов России Вот за два года Мы прошли Триста шестьдесят Районных центров И городов Это что-то значит Вот мы только за два года Подарили Своих книг За два Ну летние месяца На семь миллионов Сто пятьдесят тысяч А ничего Нету Как подарили В библиотеке В библиотеке Где мы едем Я в каждой библиотеке Дарю свои книги Тридцать восемь книг По нашим деньгам Это двадцать тысяч Сто рублей По вашим деньгам Там семьсот пятьдесят евро Семьсот пятьдесят евро Я дарю в каждую библиотеку И таких Мы прошли Позапрошлым году Двенадцатом Двести сорок Умножай на семьсот пятьдесят Деньги Деньги Парают мир Знаете А каким вот образом Есть возможность Печататься И так сказать Бог Дорогой Валерий Бог делает это У меня ничего нет Минимальная пенсия Но когда мне нужно В прошлом году ехать Денег нет И буквально за два-три дня Люди звонят С разных сторон страны И бывают из-за рубежа Вам помощь нужна Бог поднимает Мне нужно выкупить книгу Мы вечером молимся У меня несколько священников Тут ночуют Срединочный звонок С Америки Сакраменто Вы деньги примете У нас дядя умер А мы слышали Гнобило И все А я остался жив 35 лет Трудового стажа У меня Я не ропщу Я доволен Благодарю Бога Голодный Еще ни разу Не ложился А у вас есть А у вас есть какие Кто желает Как вы поехать Понимаете Понимаете Люди В кредитов Повеление божие У меня нельзя ездить У меня У меня нарушен позвоночник Там три грыжи Одну операцию сделали А я еду Каждое лето 40 тысяч километров За два месяца Там с половиной Проезжаем За три месяца Вокруг земного шара По экватору Надо Я принял это повеление И вопросов нет никаких И поэтому Бог дает здоровье И все У нас интересно Мы поехали с собой Собака Немецкая Овчарка Ну потому что Мы ночуем Где-то там В лесополосах А в Германии Там на остановках Но собака Это очень хорошая Мощная такая Она поехала Получила приз Чемпион Сибири А когда вернулись Она тут же Буквально через месяц Получила звание Чемпион России На выставке Собака Да Собака Чемпион России Вот так У нас все необычно Вот я вам покажу Вот она медаль Какая Золотая медаль Видите как Да-да Вот она здесь С этой стороны Даже можно Даже просчитать Пожалуйста Ну это конечно Ну что тут говорить Об этом Ну говори Не говори Но так Бог Удивительно делает Вначале вы мне говорили Что будете в Германии В этом году Да Мы думали там быть Ну только в прошлом году Мы сразу через Польшу Проехали Сейчас мы Из Германии нам сказали Дадут вызов Они В прошлом году Мы из двух стран Брали вызов Но мы доехали до Болгарии Допустили ошибку Одну Из Сербии выходили Я до этого читал Что Болгария Находится в Шенгенской зоне С Румынии И мы вышли Нам печать поставили Выкинули Но мы приняли это Как от Бога И у нас Очень большой план был И мы сразу ушли на юг На юг В Чечне были несколько раз Дагестан Ну и прочее В Грузии Армении Азербайджан Это мы все подобрали Мы ничего не потеряли Везде в национальных библиотеках Наши книги Самая неблагоприятная обстановка У нас нынче была в Германии В духовном плане Никакая Мы пришли в Нюрнберге Были в библиотеку Они А у нас указания Религиозные книги не принимают Как так? Что за указания? Во всех странах принимают В Америке я отослал До Конгресса дошли Мои книги у Путина есть У Медведева У Патриарха В библиотеке видели стоят А здесь нет Закрутили Завертели Но мы некогда ждать Мы уехали Вот А нынче мы в Германии Будем возвращаясь Из Португалии С кем можно в Германии Здесь связаться Чтобы связь какая-то была Чтобы люди знали И могли бы Как говорится Сообщить Когда вы будете Да Чтобы можно было Там с отпуском Потому что Дело в том Что здесь немножко Рабские условия Такие То что отпуск Надо планировать На весь год И поэтому Очень тяжело В этом отношении В июне В половине июня Мы будем в Германии Примерно С кем связаться Можно здесь Там Ну наша сестра живет Мы можем дать адрес Валентина Сортисон В зоне энергии Будьте добры Пожалуйста Если можно В скайпе Внизу есть Где можно написать Ввести текст Сообщения Если оставить адрес Я буду Очень благодарен Ну мне то надо Сейчас телефоны Искать Тут сейчас Я в раз то не найду Или телефон Или в скайпе Тоже адрес Человек Ну я потом Посмотрю Другой раз Когда войдете У меня будет готово Через форум Через личное сообщение Через личное сообщение В форуме Пошлете Да и все Ну да Я через личку Вам все и пошлю На форум Вот где сегодня Послал в личку Вы раз зарегистрированы Все Пошлем И все Хорошо 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 Вы в Mail.ru Найдите Это система Mail.ru И там зарегистрируйтесь И она там находится Но она и здесь находится Валентина Вы когда зайдете здесь Посмотрите внизу Она утрами бывает Внизу показано Кто на форуме Валентина Сартисон Вы прям на явличку Закиньте И она вам все ответит Вот самый простой Вы можете завтра утром Уже с ней переговорить Валентина Сартисон По-русски написано На город Зоннеберг Вы слышали Наверное Где он находится Как называется Зоннеберг 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 Да Солнечная гора Это где Возле какого Возле Мюнхена Мюнхен Там у меня племянница Ну где-то здесь Я не могу сказать Сейчас точно Около какого У меня тут все написано И написано И в интернете есть Но я не ожидал Этого звонка У нас с собой Эти адреса были Мы у ней были Там день кажется Пробыли Людей собрали У них там Священник Отец Артемий Она очень верующая Они приезжали сюда Несколько человек У нас принимали крещение В полное погружение Из Германии Сюда А это Отец Артемий Тоже зарубежная церковь Да? Да Нет он Московской патриархии Бондаренко Бондаренко Фамилия его Ну вы через Валентину Это все узнаете Валентину Найдете Она алтайская Она здесь жила У нее сестра умерла Позапрошлом году уже Вот Это все абсолютно И ее Если зайдете там В начале форума То там написано Кто как пришел Ко Христу То ее биография Вся написана Ее Биографии Фотографии Там Все И там адрес Или есть все ее Но лучше всего Вы узнаете Через личку К ней войдите Вы увидите Если утром войдете Она каждое утро Почти на форуме Да сейчас у тебя Ну минутку Подожди гляну Сейчас я Где она у меня Так мне надо Извинуть вот это Так Сейчас она есть Минутку Так Нина Желнерова Сергей Вот она Вот она Выше Выше Вот она Валентина Сортисон В зеленом Четвертая строка Сверху смотреть Валерий Да Я просто Я найду сейчас Игнати Спасибо вам большое Я хочу Она как раз здесь Вы ей прям посылайте И все Вопрос решился Проще всего Валентина Сортисон Говорите В скайпе? Она находится Нет Она в этом Ну на форуме А на форуме Хорошо Я сейчас Постараюсь Найти На форуме Ну на величку К ней Войди Только брякни Она была Таковская Вот я хочу Вас поблагодарить За то Что уделили мне Время И брату Вашему Который рядом Да Да Брат у меня Тут рядом Стоит Покажи Здесь Брат Зайди сюда С этой стороны Вот он Мир вам Вот У нас Съемка Всегда идет Дополнительно Мир меня зовут Володя Его Владимир Звать Володя Спасибо Господи Я хочу Поздравить вас С наступающим праздником Завтра воскресенье Спасибо Христос Также вас Вы наши ролики Смотрите Свежие Прямо Свежие Вот я сегодня Поставил Мне с Москвы Сестра звонила А у меня записалось И мы выставили Вот сейчас Как бы Защиту Андрея Кураева Мои ролики Там выставляют Ооо Они их там Выступают И говорят Этот Чаплина На лопатке Положил на меня Этот дед И выпорол его Я на основании Библии Во свете Библии И все Православные Понимают Это тяжелая артиллерия Называют И как они назвали Это сегодня Ну Тоже такое Что-то Тяжелая артиллерия Назвали Там двухчасовая Она его Выступает Чаплина А я его Останавливаю Говорю Дальше поясняю Опять останавливаю И говорю А он Все говорит Там против Сколько там 16 с половиной минут Против Андрея Кураева А я 102 раза Его останавливаю И поясняю Что Андрей Здесь прав Ну я повторяю Что у меня Очень большой опыт Я 51 год Тружусь В одном направлении Хорошо Спасибо еще раз Спасибо Верни вас Господь Давайте тогда Если мне не нужно Я думаю Что Господь даст Все нормально будет Да Ну вот Как сейчас Вот позвонили Ну на 2 часа раньше Тогда я вам день Не назначаю Когда у вас выберется Можете тогда позвонить До 10 Как раз вот Так я сейчас посмотрю Сколько у нас 23 Ну на 3 часа раньше Хорошо На 3 часа раньше Пометьте сюда Сколько у вас будет Ну все тогда Давайте Спасибо Господь До свидания Храни вас Господь До свидания Видишь как Ну что тут Так Господь делает Может быть По молитве Каждый день молимся Об этом Ну видишь Тут как говорится Проблемное все Не люблю это слово Но Довольно Необычные там дети Мы не знаем Как дальше будет Еще 49 минут Тут запись была Да